здравствуйте друзья короткий обзор про мультимедийный центр автомобильный который можно использовать в разных автомобилях с помощью той или иной накладки значит это видео пока ничего не разъясняет так вот только посмотреть как это все сделано для демонстрации я буду использовать макет будущего моего нового блока питания который будет использовать вот такую китайскую пластиночку удобную и вот такой вот переключатель что тоже удобно вот соответственно включаю вот она включилась он мультимедийный центр до логотип чеки меняются значит пока грузится в комплекте идет набор шнуров которые позволяют подключать usb устройство значит музыку штатную или нештатную там четыре колонки или через усилитель соответственно качество музыки достаточно хорошая значит варианты вот в таком форм-факторе в таком корпусе бывают 2g32 116 и наверное что там 464 до в таком варианте чем больше памяти как из компьютера лучше она работает значит из внешних интерфейсов которые не требуют проводов это вайфай есть и соответственно bluetooth из проводных интерфейсов ну самый такой это usb и для подключения задней камеры и ну естественно штатные динамики можно к ней подключить значит сзади 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 выглядит вот таким вот образом классическая вот с учетом цена-качество или отношение цена-качество достаточно интересная вот я одно usb было подключено уже дайте быстренько пробежимся по возможностям значит кнопка включения выключения конечно не выключает и не отключает питание переводит нас в время дату значит включили настройки саунда system info в данном случае я вижу не знаю как будет видно вам вот так наверное видно это 2g32 заводские установки с помощью кода в данном случае 88 и наверно у многих кто этого производителя вошли можете посмотреть что можно настроить вот примерно вот так это выглядит я пока не буду ничего потому что иначе долго будет это наверно надо по вопросам отвечать а сейчас просто вот кто первый раз видит такие системы просто посмотреть как это все выглядит как это все потом установки параметров различных выбора системы навигации значит кнопок лога вот который при начале было киа здесь можно зайти и выбрать любой лога при загрузке ну и соответственно сюда так следующая на передней панель кет навигация музыка блюд куда уехал bluetooth подключение так радио будет выглядеть вот так значит settings мы входили это будет settings видео да это вот если бы было видео загружено мы бы здесь могли какую-нибудь посмотреть так из андроидов ских bluetooth мы видели local music видели навигация бог с ней радио видели видео понятно это будет камера задняя ее сейчас нет или или ну чё-то я подзабыл чуть-чуть овен калькулятор календарь и всякие заметки car settings видели значит браузер загрузки файл-менеджер ну давайте вот сейчас единственный раз уж я подключил сейчас какую-нибудь флешечку у многих выведено в бардачок или на переднюю панельку есть еще вот от такого размера юма usb ну и шнурковые два файл-менеджер сейчас она у нас вот замигала вот появилась да у нас ну и мы можем что-то там устанавливать вот соответственно вынули и размонтировалась у нас так дальше инструкция на ней русском языке опять навигация подключение всяких девайсов через android usb вай-фай так но это мы потом все более поду подробней да и подключение подключение к вай-фаю через mobile phone qr-код ну понятно файл ресивер понятно так про эти функции мы как-нибудь отдельные коротенькие видео и я сниму в дальнейшем playstore чтобы нам закачивать когда у нас будет вай-фай подсоединение до нужной нам программы соответственно погода камера заднего вида это вот это кстати а там надо подумать что там за камера может быть это потому что все ну понятно был бы подсоединка к интернету был бы youtube значит ну и наверное в этом варианте плюс минус звук да у нас будет также можно благодаря вот этому разъему переключать ее с руля у кого с руля есть соответствующие кнопочки ну в общем а вот для первого видео до достаточно буду я этот свой значит стенд расширять колоночки сав буфер и мы сможем уже с снять видео где большинство устройств которые требуется в автомобиле будут установлены вот на этом данное видео заканчиваем в следующих видео посмотрим как подсоединяются передние и задние камеры заодно поговорим про камеры заодно поговорим про камеры про адос на этом все до новых видео кому интересно про камеры про блоки питания про ардуино значит следите за новостями планирую по несколько видео в день делать проекты и так далее но силу того что еще куча разных проектов у меня не связанных с электроникой то и иногда у меня это все затягивается спасибо за внимание не ругайте до новых видео